Нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Я ныне завистник. Я завидую глубоко, мучительно завидую, о небо, те же правда, когда священный дар, бессмертный гений, не в награду любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия, молений, послан, а озаряет голову безумца, куляки праздного. Ах, Моцарт! Моцарт! Увидел ты, а мне хотелось тебя нежданной шуткой угостить. Ты здесь? Давно ли? Сейчас я шел к тебе, нес кое-что тебе показать, но, проходя перед трактиром, вдруг я услышал скрипку. Нет, мой друг Сальерис, мышь не отроду, я ничего не слыхал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал вой часапы. Не вытерпел. Привел я скрипача, чтобы угостить тебя его искусством. Войди, скрипач, из Моцарта что-нибудь. Ха-ха-ха, смеется Моцарт. И ты смеяться можешь? Ах, Сальери, уже ли сам ты не смеешься? Нет, мне не смешно, когда маляр негодный пачкает мне Мадонну Рафаэля. Когда фиглер презренный парадей бесчестит мне Алигери. Пошел, старик. Постой же. Вот тебе пей за мое здоровье. Ты, Сальери, не в духе нынче. Я к тебе приду в другое время. Что ты мне принес? Нет, так, беззелицу. На медленную ночьу бессонница моя меня томила. И в голову пришли мне две-три мысли. Сегодня я их набросал. Хотелось в твоем не слышать мненье. Но теперь тебе не до меня. Ах, Моцарт, Моцарт. Когда же мне не до тебя? Садись. Я слушаю. Представь себе, кого бы, ну хоть меня, Немножко помоложе, Влюбленного не слишком, слегка. Я весел, вдруг видение гробовое, Внезапный мрак или что-нибудь такое. Ты с этим шел ко мне И мог остановиться у трактира И слушать скрипача слепого. Нет, Моцарт, ты не достоин сам себя. Ну что, хорошо? Какая глубина, Какая стройность, Какая смелость. Ты, Моцарт, бог. И сам того не знаешь. Я знаю. Я. Да, ну, божество мое, проголодалось. Отобедаем мы вместе в трактире золотого льва. Я рад, но дай схожу домой и сказать жене, Чтоб она меня к обеду не дожидалась. Жду тебя. Смотришь? Нет. Не могу противиться этой доле судьбе моей. Я избран, чтоб его остановить. Вот я ты, последний дар мой, зор. По семнадцать лет ношу его с собой, И новый кайтон меня восторгом дивно упоил. Теперь пора советовать дар любви переходи сегодня В чашу дружбы. Что-то ты сегодня пасмурен, Моцарт. Я? Нет. Обед хороший, славный, виноватый, Молчишь и хмуришься. Признаться, мой реквием меня тревожит. Что? Ты сочиняешь реквием? Давно ли? Давно. Недели три. Но странный случай. Не сказывал тебе я? Нет. Так слушай. Недели три тому назад пришел я поздно домой. Сказали мне, что заходил за мной кто-то. А чего не знаю. Всю ночь я думал, кто бы это был, И что ему во мне. На завтра тот же зашел и не застал меня опять. На третий день играл я на полу с моей мальчишкой. Кликнули меня, я вышел. Человек, одетый в черном, мучтиво наклонившись, Заказал мне реквием. И скрылся. Сел я тотчас и стал писать. И с той поры не приходил мой черный человек. А я и рад. Мне было бы жаль расстаться с моей работой. Но между тем же, что? Мне совестно признаться в чем же? Мне днем и ночью покоя не дает мой черный человек. Со мной всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь, мне кажется, он сам третий сидит. И полно. Что за страх, ребячий? Рассей пустую думу. Помарше говаривал мне. Если мысли черные к тебе придут, Откупорь шампанскую бутылку Или перечти женитьбу Фигаро. Да, помарше же был тебе приятель. Ты для него тара разочнил. Вещь славную. Там есть один мотив. Все твержу я его, когда я счастлив. А правда ли, чтобы марше кого-то отравил? Не думаю, он был слишком смешон для ремесла такого. Да, он же гений, как ты да я. А гений и злодейство – две вещи несовместные. Не правда ли? Ты думаешь? Так пеешь? За твое здоровье, друг Сальери. Постой, постой, постой. Ты выпил без меня. Достаточно сыт я. Так слушай, Сальери, мой реквим. Ты плачешь? Эти слезы перу я лью. И больно, и приятно, Как будто тяжкий совершил я долг. Как будто нож целебный отек мне страдавший член. Эти слезы, не замечай их. Спеши еще наполнить звуком мне душ. Если б все так чувствовали бы силу гармонии, Но нет, тогда б и мир не существовал. Никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни. Все предались бы вольному искусству. Нас мало избранных, Счастливцев праздных, Пренебрегающих презренной пользой Единого, прекрасного жрецов. Неправда ль? Но нынче я нездоров. Пойду засну, Прощай же. Ты заснешь надолго, Моцарт. Ну, уже ли он прав? И я не гений. Гений и злодейство Две вещи несовместные. Неправда. Неправда. А по народе? Или это сказка тупой, Бессмысленной толпы? И не был убийцей, Создатель Ватикана. И не был убийцей,